Вопрос о моём существовании уже был в Ленинградском военном трибунале, который вынес решение. Дело по обвинению Бусыгина Василия Семёновича, 1897 года рождения, уроженца города Уржума Кировской области, до ареста старшего телеграфиста Кронштадтской района службы связи Балтийского флота, пересмотрено военным трибуналом Ленинградского военного округа 22 июля 1969 года. Постановление 4 апреля 1921 года в отношении Бусыгина отменено и дело прекращено. Бусыгин ВС по данному делу реабилитирован. После 50 лет висевшего на мне поганого клейма «Кронштадтский мятежник» я стал гражданином Советского Союза без помарок. В печати часто встречается фраза «Никто не забыт и ничто не забыто». Хорошая формула, душевная формула, а память, злой властелин, начинает перелистывать страницы истории. Вот страница, датированная мартом месяцем 1921 года. К тому времени в «Кронштадте» оставалось минимальное количество матросов. Что касается клешников, то они обретались в Питере. В «Кронштадте» им делать было нечего. 24 февраля начался шуха. Шум на Путиловском заводе в Петрограде по поводу голова. А в марте в «Кронштадте» произошло событие, которое назвали мятежом. Хотя «Кронштадт» флотски не реагировал на выступления путиловцев, и всё-таки на острове объявилась компания. Калинин с женой своей и ещё какие-то его спутники. 1 марта, времени было часов 10, когда в команде службы связи объявили, что на Якорной площади будет митинг по поводу петроградских событий. Выступать будет сам Калинин. О Калинине обычно было мнение у многих в «Кронштадте», что это замкнутый человек и общение с окружающим у него какое-то непонятное, нелёгкое, эгоистичное. Да и тактичностью он не отличался. На митинге получился скандал. Калинин разошёлся и с кем-то поругался с трибуны. Он, видимо, был уже возбуждён тем, что происходило в Питере. С хлебом, мол, стране плохо, так не вздумайте и вы требовать хлеба. А если какой-то слушатель гражданский крикнул, «Вы нам хлеба дайте!» И тогда Калинин, комиссар, по панике вскипел и истерически рякнул, «Вы крови хотите? Тут будет кровь!» Такие фразы были неуместны. После своей речи Калинин спустился с трибуны, сел в станки, не думая о том, какие последствия его выступления будут тут, и благополучно укатил обратно в Питер. Ошарашенный такой речью, кто молча старался понять, кто воспринял её как случайно свалившееся шутовское выступление и хохотал во всю глотку, кто-то выступил с проектом резолюции. А что было в резолюции, не помните? Там было порядка дюжины пунктов, а может и больше. О свободе торговли, о кустарном труде, отмене продразвёрстки, которую, кстати, отменили буквально спустя две недели, и решением десятого съезда партии, когда был введён НЭП. Были и политические требования. Вся власть советом, а не партием. Вот один из основных лозунгов резолюции. За неё проголосовали. «Все за резолюцию!» Кто-то бы крикивает. «Все!» Резолюция принята. А дальше события приняли трагический оборот. За митингом на Якорной площади последовал ультиматум Зиновьева. «Достукались!» «Сдавайтесь!» «Иначе перестреляем всех тут, как куропаток!» Это выступление взбудоражило людей. Как можно так и такими словами разговаривать? До этого с матросами таким тоном никто не разговаривал. Кронштадт в первый раз встретил такую хамскую вежливость. Росло на кораблях возмущение. Даже члены партии возмутились таким обращением. В Петроград 6 марта подписан приказ с предупреждением к Росштадту. Подписи предревоинсовета республики Троцкий. Главком Каменев затем стоит подпись Тухачевского. В зрительном зале инженерного училища второй митинг. А на Ароненбаумском берегу втихаря уже шла какая-то подготовка. Подвозили войска, орудия артиллерийские и прочую военную технику. Через 24 часа с Ароненбаума раздались выстрелы. С 12 часов дня 6 марта артиллерия громила Кронштадт. Шестидюймовые снаряды стали падать около кораблей. Один снаряд упал на палубу линкора «Петропавловск». Первые жертвы 28 человек. Тут оказались и убитые, и раненые. Что же было делать Кронштадту? Отбиваться. А как было реагировать на разрывы в Кронштадте снарядов, посылаемых Троцким из Ароненбаума? Как реагировать на само наступление? Не мудрено, что кто-то из Кронштадта схватил оружие и заявил. Чем становиться к стенке безоружным? Лучше умереть с оружием в руках. Умирать так умирать. Бежали на драку, некоторые не вдаваясь в правоту. Раз на нас идут с оружием, то надо отбиваться. Наших бьют. Кронштадт не привык к такому способу обращения с ним. И понемногу стал отвечать тем же с борта линкора Петропавловск. Только после четырех часов артиллерийской долбежки, когда в Кронштадте оказалось порядочно раненых и убитых, Петропавловск дал первый ответный залп своей артиллерии. Через несколько часов и Севастополь сделал несколько ответных выстрелов. Вслед за тем, ночью 8 марта, из Рейненбаума двинулись на Кронштадт боевые части. Они шли уже с боем. Не для мирных разговоров, а убивать. Персональный поезд Троцкого основал по маршруту Сестрорец-Петроград-Рейненбаума. Подобрали подходящих командиров для наступавших на Кронштадт войск. Пригодился тут дворянщик Тухачевский, мечтавший стать маршалом. Когда было первое наступление со стороны Рейненбаума на лесную биржу и торговый порт, все кинулись туда отбиваться. У торгового порта была оружейная перестрелка, а у Петроградской пристани не стреляли. Среди пригнанных в Рейненбаум парней не все бездумно выполняли приказы. Некоторые роты заявили, что они не пойдут. Первая волна атакующих едва дотянулась по льду до Петроградских ворот, и тут, обессилев от марша, Рейненбаум-Котлин сдалась. Они были раскрутированы в северных казармах, их накормили и напоили чаем. Даже коммунисты Кронштадта, поняв, что тут драка спровоцирована, были возмущены, и многие из них через кронштадтскую газету заявили о своем выходе из партии. Такие списки печатались в кронштадтских известиях. Сами партийные разложились, забюрократились, закомиссарились, как говорили тогда, а в заключение отреклись от партии. О некоторых политработниках, о галтелах, арестовали, и они содержались в северных казармах. Но никто из них не был убит, не был даже обижен. Надо сказать, что коммунисты вели себя подло. Они показали не лицо свое, а свою задницу. Наступление было отбито. Тот в торговом порту, Кивистик Владимир, эстонец, был убит. С первого наступления, 8 марта, Вальдемар Кивистик схватил винтовку и побежал навстречу. Одетый в меховой бушлат, он получил пулю с сердца и упал на валу около лесной биржи. Пуля прошлась от груди до спины на вылет. На спине меховая кожа оказалась широко разорванной в разные стороны. Видимо, пуля была разрывная. Так началась кронштадтская трагедия. Братоубийственная драка, а поражению Троцкого-Зиновьева – кронштадтский мятеж. Это был не мятеж, а самозащита от банды Троцкого. В службе связи верховодил мятежом и распоряжался командный состав из бывших еще служак, оставшихся и при революции на своих постах в лице начальника телефонной службы Преображенского Евгения. Помнится осенью 20-го года, когда повсюду заканчивалось смутное время, он сидел в компании отдыхающих радиотелеграфистов и трепался. Между прочим, ни в какой связи он мимоходом бросил фразу «Сколько вас здесь есть, никто не умрет своей смертью». Так и вышло. Если опросить по совести старых людей свидетелей кронштадтской трагедии, то не скажут. Много тогда погибло людей совершенно невинных, не помышлявших ни о генералах, ни о дворянах, ни о зарубежных капиталистах. Они не проявили ничего враждебного советскому государству. Если кто и схватился за винтовку, то только после того, как Зиновьев 3 марта обещал всех матросов перестрелять, как куропаток. И без суда и следствия они были уничтожены только по воле отдельных личностей, которые и сами-то имели рыльца к пуху. Франштадт имел на своих базах продуктов всего на три дня. Зачем было лезть с пушками, пулеметами, пистолями на Кронштадт, когда уже 15 марта были выданы последние консервы? Баночка да пряник из речменного кофе. Этот бисквит даже и голодно в горло не пошел. Его повыбрасывали, несмотря на голод. Топлива так же не было. Душно мне, тяжко, нет мочи. Пишут воскновение о разгрому Кронштадта, они пишут, сколько тысяч невинных людей были казнены в самом Кронштадте, в заливе утоплено, в Гатче не расстреляно, в Холмогорах погублено, по принципу «давай, давай». Троцкий громил Кронштадт, а Ленин дал свое согласие. Почему была такая спешка? Разве нельзя было как-то разобраться? Ведь Кронштадт не Деникин или Колчак. Числа 20 марта Ленин, не разобравшись еще, оказался в группе погромщиков Кронштадта и сел для фотосъемки с ними вместе. Фотография Ленина ворошила среди красноармейской группы, она фальшива. Выпущенные уже после смерти Ленина, троцкисты обдурили Ленина, втянув его в фото. 17 марта драка прекратилась. Наступила пора убийства людей. Измерение кронштадтцев началось тогда, когда войско, руководимое Троцким и Тухачевским, расположилось на территории города. Взялись победители за массовый террор без суда и следствия. Так свирепо, как расправлялись с Кронштадтом, не расправлялись даже с белогвардейцами. Победители расстреливали мятежников. С каким злорастом убивали и калечили матросов, оставшихся на острове? А кого? Да все равно, кто под руку подвернулся. Матросов хватали где могли. На кораблях, в казармах, в общежитиях. Были расстрелы за городом, на песчаной косе. Расстреляны и сброшены в ямы 400 человек. Потом зарыли землей, и над братской могилой была поставлена мачта с черным флагом и наплечем «Смерть врагам народа». Расстреливали через два, третьего. Уничтожали людей и другими способами. На баржи отправили в Финский залив, связанных проволокой, и там топили. Погибла масса невинных людей. Вместо «спасибо» матросам, участникам революции и гражданской войны, надавали по шиям. Погибли фельдшера военно-морского госпиталя за то, что они перевязывали на улицах Кронштадта как тех, так и других. А расстреливали еще до апреля 21-го года. Казакова Павла Ивановича спасла правая рука. Она была без кисти. Его с места работы закребли, и только у места казни комиссары увидели, что ему нечем было воевать, и вытолкнули из ареста. А то бы тоже попал в мясорубку. 4-го апреля меня в числе 23-х матросов начальник направил в Кронштадтскую ЧК на допрос по поводу кронштадтских событий. Тогда всего в команде службы связи числило 70 человек. Значит, он отправил в ЧК одну треть команды. Через два третьего. Не обращая внимания кого, лишь бы выдержать формулу-норму. Сначала арестовывайте, а потом уж подбирайте законы, объявил прокурор. В ЧК нам ни допроса никакого не было, не было никакого суда, а только нас переписали. Составлялись списки матросов, подлежащих казни, как участники мятежа. Этих списков было достаточно, чтобы без суда и следствия попавших в эти списки матросов казнить. Казнили не тех, кто сопротивлялся. Они с оружием в руках громадным потоком ушли в Финляндию, и по уходящим не было сделано ни единого выстрела. Это было чудовищное зрелище. Черная лавина, лента, один конец, который был уже у финского берега, а другой еще у Кронштадта, тянулось по льду от Котлина до берега. Все кары обрушились на тех, кто не считал нужным удирать в Финляндию. Чрезвычайной тройке некогда было тут с нами нянчиться. Она руководствовалась этими списками. Тут для нее было все, и Моисей, и пророки. Хотя бы взглянуть на жертву не считалось нужным. Так заводчины и уносились решения. По официальному списку, что был вывешен потом у дома офицеров на Екатерининской улице, казненных матросов 957. Судили их таким же судом, как и матросов из службы связи по принципу «Давай, давай, расстреливай, после будем разбираться». Где уж тут разбираться? Дальше. Неожиданно сразу кронштадтская тюрьма. Потом казарма на Малой Охте в Питере. Потом отправка на Мурманскую железную дорогу, готовясь в тайге Древесину. В августе 21-го года туда, на станцию «Жемчужная», прибыл со своей свитой и охраной на своем персональном поезде председатель Реввоенсовета Республики, он же наркомвоенмор Троцкий. Кронштадт не дружил с Троцким с первой с ним встречи на митинге в морском манеже в апреле 17-го года. Троцкий там в числе других ораторов поступал. Выступал очень темпераментно, но овации не получил. Пылающий злобой он спустился с трибуны и скрылся в толпе слушателей. Эту злобу на Кронштадт он сохранил до последнего момента. Троцкий обозрел окрестности и заявил, да здесь курорт, гнать их отсюда. Правда, курортом тут не пахло, а была тьма тьмущая комаров болотных, от которых людям спасу не было. Троцкий мстил Кронштадту за непризнание его бождем революции. Тогда же была произведена переброска всех кронштадтцев в количестве 1800 человек с Мурманской железной дороги в холмогорский лагерь смерти. Лагерь – это бывший монастырь. До нашего прихода там обреталась сотня деникинцев-казаков. С приходом матросов деникинцы были куда-то переведены. Все мои справки, документы, письма были у меня отобраны и сожжены. Видимо, считалось, что они мне уже больше не потребуются. При содействии цепного тифа число арестованных стало быстро убывать. Много в тайге осталось народу. Крепко поработал тут цепняк. Люди умирали ежедневно. Десятками. Несмотря на нечеловеческие условия, в бараке без какой-либо медицинской помощи я все же выжил после цепняка. Хотя потерял трудоспособность не на один год. В августе 1921 года в лагерь было доставлено 1800 кронштадтцев. А к январю 1922 года выжило только 600 человек. «Через два – третий». В канун Крещения вечером 6 января по старому стилю без конвоя пешим порядком по левому берегу реки Двины я был направлен в город Архангельск на пересыльный пункт. В пути находился 21 день. Оттуда после двух недель голодного ожидания был направлен этапом на родину через Москву. В Таганской тюрьме почти месяц ожидания. В Казани в пересыльной тюрьме еще один месяц ожидания. В конце апреля был освобожден из казанской тюрьмы как не подлежащей тюремному содержанию. Пешим порядком двинулся на родину буржу. Дистанция еще 160 километров. Идти пришлось в поселение, где люди умирали от голода, царившего в Поволжье. Ну а дома целый год ушел на поправку и на восстановление трудоспособности. Хотя полного восстановления сил уже не получилось, но все-таки пришлось направиться на поиски работы на Урал. Тогда, в 1923 году, работу было трудно найти. Да и радиотелеграфисты тут были ни к чему. А другой специальности у меня не оказалось. Да и обучение, пожалуй, было недоступно по состоянию здоровья и запоганного клейма. Надеялся после демобилизации поступить в один из петроградских вузов. Но сгорела моя мечта на Кронштадтском пожаре. Осталась только память живая. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok